Вот исследования, не знаю, как к Сергею Реджевичу, к чему относятся, на мой взгляд. Каких-то методологических ограничений. В общем, да, я думаю, что то, на чём держится симвастатин на сегодняшний день, это самый крупный исследователь. Единственное, что, наверное, в сегодняшних позициях, что там брали за основу уровень общего холестерина, а не холестерин для протеинов низкой плотности, и включали больных, у которых уровень холестерина общего был больше 3,5. Ну, в среднем он, конечно, был больше, там, 0,5. Да, но, тем не менее, это классическое такое старенькое исследование. Ну, вот оно, собственно говоря, снижение риска Hard Protective Study, там, симвастатин. Да, было и у больных с сахарным диабетом. Да, и, ну вот, собственно, отдельно, пациенты все и пациенты с диабетом. Да, примерно так же, причём там было 6 тысяч больных с сахарным диабетом из 20 участников, и очень важно, что был запланированный анализ под группу больных с сахарным диабетом. То есть это не суп-анализ, а исходный? Да, поэтому те данные, которые получены для подгруппы больных с сахарным диабетом, с точки зрения доказательной медицины, это считается доказательством, поскольку это был запланированный анализ под группы. И, по-моему, там было 600 больных с сахарным диабетом первого типа, и хотя там не было... Ну вот, 6 тысяч, да, 6 тысяч. Это общая, а из них 600 с сахарным диабетом первого типа, и у этих больных тоже вроде какая-то тенденция какая-то непродоксальная была. Ну вот получилось 4, 5, 6, вот они, часть СБС вот внизу с диабетом, да. И, кстати, симвостатин 40, что мы вообще редко назначаем. Ну, теперь симвостатин вообще редко назначается, поскольку он стал... Менее мощный и, соответственно, менее безопасный. Ну, тем не менее, хочу сказать, что, мне кажется, он... На первый? Не, я понимаю, но я имею в виду, что он всё равно... Ну, доказательная база больше всего у симвостатина и... Право статина, но поскольку... Нет, не оторван? Нет, вот как это не продакт... Ну, самая доказательная база, это когда эффективность доказана, в общем-то, по сравнению с плацебо. Это вот истинная доказательная база. И больше всего таких исследований, и по первичной, и по вторичной профилактике, как раз у право статина и симвостатина, те препараты, которые уходят в прошлое, поскольку они менее мощные. А, скажем, совсем новые мощные препараты, питово статин, несмотря на то, что они, скажем, в США одобрены, этот препарат к использованию, но он вообще не имеет исследований с клиническими исходами, поэтому здесь логика какая, что, так сказать, промежуточную позицию занимает розово статин, который достаточно мощный, и у него есть одно большое исследование Юпитер, это достаточный из 2012 года розово статин по продажам в мире переделок от розово статин. Ну, мы все его любим, конечно же. Методологически это невероятно важно. Да, нет, ну, в принципе, получается, так сказать, это каждый пятый, да, получается. 20% это каждый пятый, получается, что... То есть это серьёзная цифра, в принципе. Кстати, опять же, отсутствие существенных, существенной разницы, ну, 24-22, да, потому что почти похоже. Ну, плюс-минус к вопросам нашей дискуссии в отношении... Ну, КАРЦ, да, это с аторвостатином. Да, известно. Вот это как раз доказательная база, точно. То есть здесь... Да, по сути дела, ну, та же история, аторвостатин на протяжении вот там почти 5 лет, то есть выраженный 37%, то есть это очень немаленькая цифра. Да, заметьте... И очень рано остановили исследование. Заметьте, кстати, да, когда мы там обсуждаем гликемию, и у нас, если получается там, я имею в виду, вот исследования по типу там, вот те, которые мы обсуждали, Аккорда, Дванс, там вот эти вот кривые, они отличаются там, ну, на 1%, на 2%, то есть они почти идут рядом. Посмотрите здесь, какой разрыв мощный, да, под конец, к 5 годам... И очень рано, да. К 5 годам почти 40% отличий, да, то есть тут, в общем, само за себя это говорит. Да, и ланцет, опять же, аторвостатин. Ну, я... Нашей задачи не было, понимаете, обсуждать. Хотя нет, если, кстати, присылайте, присылайте, опять же, вопросы, я думаю, что то, что касается липидов... Ну, да, а что касается вот истины, то примерно... То есть вот в таких ситуациях обычно рассчитывают показатели ННТ, то есть это нам бы не дать то три числа больных, которые необходимо... Чтобы нужно предотвратить... И вот для тяжелых осложнений в исследовании HPS он был примерно 50, то есть это означает, что вы должны 50 больным с сахарным диабетом второго типа давать в течение 4 лет статин, для того, чтобы у одного предупредить одно тяжелое осложнение. Это считается очень высокоэффективным, поскольку, скажем, у здоровых это 100 ННТ. Ну, в смысле, здоровый это без диабета имеется? Да, ну да, для первичной профилактики. Ну, вот, да, вот опять же, собственно говоря, редко увидишь такие, как бы, такие вот... А, ну здесь, да, да. Такие картинки, на самом деле, обычно, хоть там их 50, но половина... А здесь вообще ННТ почти, ну, 25, ну, чуть даже меньше. То есть обычно половина из них пересекает вот эту единицу, как бы, что говорит о незначимости. А здесь... Да, несмотря на вторичный анализ... Да, здесь, по сути дела, все вот с одной стороны, с одной стороны. Опять же, везде фигурирует ЛПНП, и, в общем, это концепция... Даже в исследовании Аскотта и ЛАЛА, казалось бы, это больные с артериальной гипертонией, не такого уж высокого риска, тем не менее, даже у них статистически значимо. Ну, короче говоря, я чувствую, надоело уже вас, это то, что называется, агитировать за советскую власть. Давайте уже обсудим конкретные клинические рекомендации, тем более, что вопросы у нас постепенно появляются. Ну, в общем, модель я взял, поскольку мы эндокринология, вот, собственно говоря, рекомендации. Они обновляются каждый январь, вот, каждый январь. Вот, пожалуйста, если есть, так сказать, кто читает по-английски, а не в открытом доступе, это как бы такой большой, ну, не такой уж большой, но такой вот консолидированный манускрипт в электронном виде, все, то есть это без проблем, вот, можно почитать. Там, причем, можно не все читать, можно выделить только одни рекомендации, вот, в сухом виде можно читать их вместе с комментариями. Но, тем не менее, вот, как бы, давайте обсудим последовательно эти моменты. Значит, первый момент, в отношении скрининга, да, первый момент в отношении скрининга на дислипидемии. Ну, вот, предлагается, что у большинства взрослых пациентов необходимо, как минимум, ежегодно определить уровень липидов. И сказано, что у тех, в той подгруппе, которой не бывает, как вы сказали, что, да, у них можно было раз в два года. У них можно проводить раз в два года. Ну, в общем, это, наверное, они не могли не написать, поскольку они считают каждую копейку. Ну, в общем и целом, согласитесь, что, ну, я бы сказал, что вот если приходят пациенты на прием, вот липидный спектр, чтобы был определенный пациент с диабетом, нет, у многих есть, но все равно это меньшинство, да, меньшинство, кто приходит вот из... Ну, да, это очень важная практически такая проблема в том, что вообще определение холестерина или протеинов низкой плотности далеко не всегда осуществимо. Осуществимо. Ну, по каким-то организационным или финансовым вопросам. То есть очень часто просто ограничиваются общим холестерином, что, конечно, на сегодняшний день. Ну, в крупных городах, я не знаю, это, по-моему, рутинная банальная вещь, но на самом деле это... Ну, вот в поликлиниках все-таки... Давление меряют, да, давление меряют вроде как. И то не всегда. Спрашиваешь, какое давление, и то, в общем, порой даже так. Но липиды, вот, к сожалению, вот это вот... Хотя здесь есть некоторый парадокс. Все-таки для того, чтобы... Ну, для того, чтобы назначить ингибитор АПФ, не надо знать, в общем, особенного уровня давления. Вот точно так же для того, чтобы больному с сахарным диабетом назначить татин, не нужно знать уровень холестерина, ну, как правило, у большинства больных. Ну, в принципе, как мы увидим сейчас в рекомендации, там написано, что вне зависимости... Просто надо дозу узнать и... Ну, все-таки, мне кажется, это как-то очень оскорбительно, потому что хочется увидеть какой-то акцептор. То есть ты же будешь отслеживать потом... Двигаясь, да, целевых уровней. Да, и потом какой исходно, он снизился, не снизился. И потом, опять же, этот разговор про триглицериды и все остальное. Ну, а дальше, собственно говоря, вопрос уже о этих рекомендациях чудных. Я так понимаю, что они абсолютно в такой же формулировке присутствуют и в других местах. Я думаю, что да, по смыслу. Хотя вот сейчас вышли канадские рекомендации, где они прям вот возраст 40 лет, как и в американских, поставили, и это почему-то стало предметом такого широкого обсуждения. 40 лет... Ну, что если у больного возраст, да, достиг 40 лет, то, в общем, практически во всех ситуациях ему нужно применять статины. Как правило, независимо. Ну, если 25% населения США принимает статины, господи, вообще, конечно, человечество куда-то прикатилось, по-моему. Да. Итак, значит, терапия с статинами должна быть назначена независимо от исходного уровня липидов пациентов. С явной ишемической болезнью сердца не обсуждается, да? То есть, если есть ИБС, без ИБС в возрасте старше 40 лет при наличии одного или нескольких факторов риска ИБС. То есть, факторы риска – это семейный анамнез преждевременного развития сердечно-сосудистого заболевания, гипертензия, артерия, да, курение, дислепидемия или альбуминурия. Ну, дислепидемия, да. Альбуминурия. Альбуминурия, да. Пациентам с меньшим риском статин, вот здесь появляются цифры, которые тоже, да, все... Давайте их запомнить. Тут надо запомнить всего две цифры, или, ну, три, да, в общем и целом. 2,6, 1,8, 1,8. 1,8, ну, да, 1,8. Ну, ЛП, ВП, в общем, можно не учитывать, да. То есть, две цифры, 2,6, 1,8 и... Причем, да, причем европейские рекомендации, они предлагают, вот, у больных с высоким риском, предлагают 1,8 однозначно. Ну, то есть, уже сам по себе диабет 1,8 в европейской рекомендации. Да, ну, при наличии одного, вот так же, как здесь, при наличии дополнительного одного фактора риска. Там фактор риска, это диабет, оказывается, попадает. То есть, там нет, там кардиологический... Нет, все-таки диабет, плюс наличие еще какого-нибудь вот из этих факторов риска. Но он есть почти всегда. Но, ну, естественно, конечно, так что это... Если бы они еще ожирение поставили, то уж точно было. Но, к сожалению, вот, действительно, цифра 1,8, она во всех американских... Ну, вот она, нет, еще не она. Во всех американских рекомендациях она сказала optional. То есть, врач может у больных с очень высоким риском рассматривать возможность снижения до 1,8 и менее. В европейских это сказано просто как рекомендации. На самом деле, доказательной базы для уровня менее 1,8, в общем, строго говоря, нет. То есть, нет ни одного исследования, в котором бы специально ставилась задача, что у больных с сахарным диабетом или больных с высоким риском снижение именно менее 1,8 приведет к большему снижению риска осложнений, чем снижение до менее высокого уровня. Поэтому вот эта цифра 1,8, она взялась вообще из результатов нескольких исследований. Это было исследование Ревесел, исследование Астероид, в котором оценивали влияние интенсивного режима терапии статинов на прогрессирование атеросклероза коронарных артерий. А конечная точка? А там была степень уменьшения объема атеросклеротической бляшки. Ну, там, в процентах. Что-то как-то, а конечная точка? Нет, 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 это были исследования, именно что это были исследования без оценки клинических исходов. Как же это так получилось? И при анализе было показано, что если уровень холестерина или протеинов низкой плотности становился менее 1,8, то объем бляшки уменьшался. А если он не достигал этого уровня, то он не уменьшался. Но это суррогат получается. То есть это, да, суррогатный, поэтому американские рекомендации в данном случае более взвешенные. Мне почему-то засело в голове, что у лиц перенесенного инфаркта миокарда не было такого, нет? Нет, 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 там тоже такого исследования не было. Было исследование АйДиал, где... Но там везде был не столько уровень холестерина, сколько интенсивный режим терапии. То есть либо там 80 мг атеросклероза статина, либо какие-то другие препараты или доза. Я к этому еще хотелось бы вернуться, вот нашим дозировок, потому что вы нам проясните ситуацию. Ну, давайте с этими дислепидемиями мы, так сказать, закончим. Ну, вот, да, запомнили две цифры, коллеги. 2,6 и 1,8. Вот, 1,8 достаточно претенциозная цифра, то есть она не такая нормальная. Ну, теперь уже достигается. Считается, что, по крайней мере, меньше 1,3, наверное, не надо достигать, поскольку неизвестно, насколько это безопасно. Да, вот это вот тоже хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, потому что, как, так сказать, нам это может, эндокринологам, не очень понятно. Да, ну, я просто... Ну, 30-40%, да, то есть если указанных не удалось добиться максимальной дозой, то альтернативной целью снижение ЛПНП на 30-40%. Как я понимаю, это примерная цифра, насколько вообще статины могут снизить уровень ЛПНП. Ну, средняя доза, ну, скажем, 20 мг розового статины может снизить и на 50%. То есть здесь зависит от дозы. Но в среднем, вот, считаю... Почему-то ли на 30-40%, потому что считается, что для того, чтобы снизить риск развития осложнений, надо снизить хотя бы на 30-40%. То есть идея в том, что если он просто безумный, там, я не знаю, там, ЛПНП, там, я не знаю, там, 6, да, то, в общем, вряд ли он снизится до 1,8%. Ну, да, да, тогда хотя бы. Хотя такое бывает, наверное, цифры. Здесь тоже есть возможности сочетать. А вот бы максимально, если не брать семейную форму, какие вот цифры приходилось встречать? Просто интересно. Ну, если не семейные, то, ну, 5, там, наверное, больше цифр. Так, дальше у нас что? Целевую рода, вот триглицериды, кстати, да. Давайте про триглицериды поговорим, потому что тут возникнет вопрос... Ну, это вот такой целый особый вопрос. Мне просто хотелось бы по поводу холестерина или протеинов в низкой плотности сказать просто одно слово, что на самом деле и во всех странах, в том числе в Соединенных Штатах, скажем, вот по данным очень крупного наблюдательного исследования, у больных с явной ишемической болезнью сердца, каждый шестой больной, не достигая, имеет уровень холестерина или протеинов в низкой плотности больше 2,6. Поэтому, конечно, задача стоит в том, что прежде всего хотя бы вот такому уровню. Ну, понятно, что у нас-то еще это меньше, потому что я не знаю, какая доля пациентов у нас с диабетом принимает статины. Небольшая, минимальная. Ну, надо начать, а... Ну, нет, ну, в общем, да. Триглицериды, тоже вот вопрос интересный, вообще, как бороться с ними. Ну, вот цифра еще одна, нужно запомнить, 1,7. Вот, то есть тут несколько моментов. Первое, это то, что они могут нарушать определение ЛП-НП, если это расчетный метод. Ну, да, но в диапазоне низких. То есть, но все-таки в диапазоне менее 2,6. Если уровень холестерина или протеинов в низкой плотности больше 2,6, то, в общем, формула, как правило, нормальная. А вот если вы уже радуетесь, что вы достигли 1,8, то можно не радоваться, если триглицерид высокий и используются расчетные показатели. Ну, чисто практически. Вот что делать? Вот мы видим выраженную триглицеридемию, да, и, собственно говоря, там умеренное повышение ЛП-НП. Пациент с диабетом стандартный, там, допустим, гипертония, там, ну, так, лет там 60, условно говоря. Вот как мы пойдем? Выраженный, там, я не знаю, там же бывают триглицериды, бывают больше пяти. Ну, здесь алгоритм однозначный. Если больше пяти, то однозначно мы должны начинать с фибратов, поскольку при таком уровне триглицеридов имеется опасность развития панкреатита. Поэтому необходимо начинать с фибратов и затем добавлять статины. Во всех других ситуациях, если уровень триглицеридов меньше пяти, то мы начинаем со статинов и смотрим, насколько применение статинов позволяет снизить уровень триглицеридов, ну, и, естественно, холестерин для протеинов низкой плотности. То есть препараты первого ряда остаются все-таки статины даже в этой ситуации. Ну, а тогда вот стоит ли, допустим, мы назначаем среднюю дозу статинов, да? Триглицериды имея сохраняются. То есть надо ее догонять. Вот один из вопросов, насколько я знаю, был как раз такой, там, триглицериды 4,5. Нет, ну, надо ли дальше догонять статины, доводя их до... Допустим, ЛПНП, они стали меньше, чем 2,6, остается триглицеридемия умеренная на средней дозе статинов. Вот что в этой ситуации? Добавить дозу статина или добавить фибрат? Ну, к сожалению, мы тут заложники доказательств ограниченных. Нет, ну, вот если суммировать. Поэтому, если суммировать, то все-таки приоритет надо отдавать достижению целевого уровня холестерина или протеинов в низкой плотности. То есть тут вообще вопрос, надо ли... Одного и восьми. Надо ли добавлять фибраты? Если все-таки остается повышенный, мы можем рассмотреть вопрос о снижении. Но мы не знаем, как это повлияет на прогноз. В исследовании Аккорд в целом, наверное, основное методологическое ограничение исследования Аккорд было в том, что в это исследование включались, в общем-то, больные с почти нормальным уровнем триглицеридов, 1,8 в среднем. И хотели проверить гипотезу о том, что фенофибрат будет независимо от выражения. Поэтому в подгруппе больных с уровнем триглицеридов более 1,8 прогноз улучшался в исследовании Аккорда. Но это вторичный анализ, поэтому это не является доказательством. Поэтому здесь в отсутствии доказательств надо учитывать все-таки, насколько уровень триглицеридов высок. Если он, скажем, высокий, то, наверное, можно обсудить вопрос о сочетании с фенофибратом. Помни, что при этом риск побочных эффектов тоже увеличивается. Ну, вот, собственно говоря, то, что и прописано. То есть, если не удается комбинация. Да, но это вот вопрос такой, это решение врача. То есть, однозначно только, если уровень триглицеридов больше 5, тогда мы обязательно назначаем и начинаем с фибрата. Ну, давайте, коль мы уже по рекомендациям пробежались по дислепидемии, да, хотя нет, еще, может быть, давайте мы посмотрим, что у нас там есть дальше. Ну, другие не будем обсуждать тогда, наверное. Давайте остановимся немножко. Поотвечаем на вопросы, чтобы вы совсем не соскучились от наших, так сказать, далеких от жизни, как это, рассуждений. Значит, обязательный ли ежедневный прием статинов в минимальной дозе удерживают целевые уровни липидов? Они удерживают минимальные дозы. Или можно назначить поддерживающую дозу 2-3 раза в неделю? Ну, то есть, это, я так понимаю, ситуация. Диабет не очень выражена дислепидемия, там крошка какая-то назначена статинов, она обеспечивает нормальный уровень липидов в соответствующей норме. То есть, вот как бы, что с ним? Здесь этот вопрос я бы разделил на два. Первое, это можно ли снизить уровень холестерина, ли протеин в низкой плотности, и поддерживать его при неежедневном приеме? То, скорее всего, это можно. Но можно ли изменить прогноз больного, принимая статин через день? Это, ответ на этот вопрос нет, потому что во всех исследованиях, которые было показано, что применение статинов положительно влияет на риск инфаркта, инсульта и смерти, во всех этих исследованиях статин принимали каждый день. Поэтому вот эксперты по безопасности статинов, в частности, самый известный, на мой взгляд, эксперт, это профессор Томпсон, считает, что через дневный прием статинов или прием один-два раза в неделю только обсуждается тогда, когда больной не переносит даже самые безопасные статины, и тогда лучше назначить минимальную дозу, скажем, розового статина хотя бы два раза в неделю. Это приведет к снижению, к умеренному снижению уровня холестерина, но приведет ли это к улучшению прогноза? То есть это такое вот чисто клиническое решение, оно не основано на доказательствах, поэтому однозначно все-таки прием статинов надо рекомендовать каждый день. Ну, мне кажется, еще с практической точки зрения это напрягает пациента, когда ему, ну, он решает задачу, он решает задачу пить ему сегодня или завтра, он мучается. То есть лучше манипулировать дозой, лучше выбрать, скажем, меньшую дозу, который эффективно снижает, ну, 5, ну, хотя бы 5, да, но принимать каждый день. Кстати, вот тоже вот вопрос в отношении доз, я его как-то задавал уже в прошлый раз, вот меня почему-то, вот я не знаю, то ли я столкнулся с кардиологами, которые мне говорили об этом, что вот как бы вообще статины назначать в малых дозах, это, в общем, они работают реально как бы в больших дозах, и, собственно говоря, у них плеотропный эффект, который зависит не только от уровня этих показателей липидов, то есть я говорю, что у меня, знаете, у меня там даже есть пациенты, у которых на, прошу прощения, на 10 миллиграммах симвостатина нормальные показатели все, да, то есть мне говорят, это ерунда, что такое 10 миллиграмм симвостатина, это просто конфета, которую можно продавать в этом самом, да, для населения. Все-таки на сегодняшний день, строго говоря, плеотропные эффекты статинов не доказаны, нет ни одного исследования, скажем, мета-анализа, которым мы это пытались сделать. Можно вычленить эффекты вне холестерина. То есть за пределами снижения уровня холестерина для протеинов низкой плотности какие-либо дополнительные плеотропные эффекты, связанные там с использованием больших доз, не доказаны. Другое дело, что есть много исследований, в которых показано, что более интенсивный режим применения статинов по сравнению с менее интенсивным приводит к положительным эффектам у больных со стабильной течением ишемической болезни сердца, у больных с острым коронарным синдромом. Но все-таки интенсивный режим, под интенсивным режимом, в первую очередь понимают степень снижения уровня холестерина для протеинов низкой плотности. Поэтому на сегодняшний день доза препарата выбирается в зависимости от целевого уровня холестерина для протеинов низкой плотности. Если вы можете снизить с помощью 10 мг, скажем, розового статина или аторвостатина, ну, означайте такую дозу. Известно, на сколько процентов каждая доза снижает. Таким образом, это легко высчитать. То есть целевой показатель важнее, чем доза и чем препарат. Да, может и чем препарат. Ну, просто поскольку все побочные эффекты влияния на мышцы, печень и риск сахарного диабета зависят от дозы, то выгоднее принимать более мощные статины, поэтому розовый статин становится таким препаратом первого ряда. Так, ну вот еще раз то же самое, о чем мы говорили. То есть липидограмма изолированная 3 глицеридами 4,5 на фоне приема 10 мг кристора. Что лучше, увеличить кристор или добавить фенофибрат? Ну, я думаю, что, конечно, он здесь уже приближается к 5, такой высокий, поэтому, может быть, добавить фибрат, дабы увеличить, может быть, и до 20 мг, смотреть диету и... В смысле, 4,5, там это, я не знаю, мне кажется. Да, все-таки добавить фибрат. Хотя есть, конечно, вот такие мужички, которые как бы садятся на диету, у них 3 глицериды падают. Просто переходят с баранины, с чистой, да, на какой-то творожок. Ну, конечно. Да. 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 Продолжение следует...